YouTube канал Полезные Советы Людмила Морозова предлагает вашему вниманию уникальный рецепт спагетти из кабачков по-гатнянски. Резон овощей. Он начался уже давно. И у каждого в приоритете свои овощи, как говорят у нас, свои уподобания. Я лично очень люблю кабачки. Казалось бы, самый такой простой овощ. Он очень рано созревает и быстро. И я совершенно случайно, даже не боюсь этого слова, случайно, я обнаружила, что можно приготовить очень интересное блюдо. Все началось с того, что мне надо было просто очистить кабачок. Все. Я использовала вот такую штуку. И из этого получилось очень необычное блюдо. Очень простое. И я вам хочу сказать, оно включает буквально два, ну, три компонента. Все. И это очень вкусно получилось. И хочу с вами обязательно с этим блюдом поделиться. Для приготовления этого несложного блюда потребуется нам два очищенных кабачка, молоденькие желательно, два яйца и 25-30 грамм масла. И все. Используем для приготовления сковородку iCook. С антипригарным покрытием, и с трехслойным. И, в общем, будем готовить. В чем же у нас необычность этого блюда? Я очистил кабачок, продолжила вот так вот нарезать его. Вот такими слайсиками. И вот блюдо я хотела назвать... Вот видите как. Хотела назвать... Пасты. Или же... Паста из кабачков. Или спагетти из кабачков. То есть... Если у кого-то возникнет другое название, что-то придумает кто-то, пожалуйста, пишите мне в комментариях. Может быть, это будет лучше название, чем мое. Ну вот смотрите, как получаются. Вот такие вот... Как спагетти. Тоненькие-тоненькие. Длинные такие вот кусочки. Или... Ну вот действительно спагетти из кабачка. Вот так вот, вот так. Это все быстро получается. Старайтесь сделать их не очень толстыми. Не нажимайте. Вот так вот. Вот смотрите. Они действительно похожи на спаэти. Вот эту часть, которая до семечек, пожалуйста, ее можно спокойно вот так вот натереть. Таким образом мы оба кабачка порежем. Вот видите, я до семечек это все делаю. Все, вот уже семечки. И фактически мы уже его порезали. Все, а теперь приступим к следующему. Этот, конечно, побольше. Вот так вот. Идентично все получается. И вот так мы натираем или нарезаем оба эти кабачка. Транстоя. И так мы можем. И вот так вот. Вот так вот. И вот так вот. Так вот. вот смотрите даже если вы нарезали вроде как вам кажется широко кабачок имеет такую структуру что видите распадается на тоненькие тоненькие полосочки вот такой кабачок у нас получился похоже на спагетти как вы считаете я думаю что сковородку ставим на огонь нагреваемые мы чувствуем сковородка нагреется если вот крышка будет горячее подойдем немножко пока сковородка греется мы взбиваем 2 яйца сыр и при желании можете посолить яйца ну можете поперчить я чтобы они были более нежные я даже не перчут до посолить я посолю немножко я думаю сковородка нагрелась бросаем туда масло и наши кабачки нагретая крышка говорит о том что сковородка уже ее можно использовать для приготовления кладем все масло хоть эта сковородка с антипригадным покрытием и можно вообще без масла для лучшего вкуса я все-таки использую кусочек масла сделаем маленький огонь и всыпаем наши спагетти кабачки накрываю крышкой и практически до готовности их готовим посмотрим процесс приготовления они еще не совсем готовы вот посмотрите они прямо сохраняют таскать свою форму и цвет даже сохранили пожалуйста но это еще свойство сковородки немножко соков натекло пусть дожариваются не чуть-чуть еще жестковатый подождем еще минут пять и продолжим ну что же наши кабачки уже готовы и что я остается одно я заливаю их взбитыми яйцами яйца мы посолили если вы помните все кто-то может скажешь это больше похоже на запеканку вот так вот все на маленький огонь я ничего не добавляю не зелень я же говорю не перец не лук ничего вот так кабачок и вот так вот яйцо и все все под крышку и до готовности друзья вот такое блюдо получилось может кому-то это таскать и не по вкусу придется по крайней мере внешний вид но я вам хочу сказать что в данном случае здесь кабачок очень вкусный вот я кусочек покажу кто-то может назовет это блюдо запеканкой но я назову что это все-таки спагетти из кабачка если понравилось видео ставьте лайки нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на мой канал и готовьте готовьте блюда которые проверены мной и которые вкусные всем приятного аппетита до новых встреч